Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. И сегодня мы поговорим об освещенности в наших домах, ну или проще говоря, насколько яркий свет в тех или иных местах нашего дома, на разных окнах и вдали от окон. Свет является важным фактором, который влияет на здоровье растения, на его внешний вид, на его цветение. У каждого растения свои потребности. Одним растениям, таким как Антуриум, требуется много света, тогда он будет свести безостановочно круглый год. Если ему света не будет хватать, то он превратится в декоративно-лиственное растение. Другим растениям, таким как АЛТ, наоборот, цвет не требуется, иначе они начнут скручивать и подсушивать листики. Но сегодня я похожу по дому вот с таким прибором, называется он Лексометр, не особо точная модель, но сейчас это не особо важно для меня. Для меня главное было увидеть, насколько разные будут показания в тех или иных местах. Первое измерение я делала в середине июня. Был облачный день, прямого солнца на прибор не падало, поэтому показания будут не очень большие. Но даже в облачную погоду давайте посмотрим, что показывает прибор. Единица измерения прибора это люксы. Считается, что для нормального существования тени выносливого растения необходимо минимум 500 люкс. А вот, например, чтобы цвел антуриум и цвел такими большими цветами, необходимо 4-5 тысяч люкс. Итак, давайте начнем измерения. Санкт-Петербург, середина июня, облачный день, южное окно. Прибор показывает почти 11 тысяч люкс. То же самое южное окно, но с москитной сеткой. Здесь уже 7300 люкс. То же самое южное окно, москитная сетка, плюс легкая занавеска и 50 сантиметров от окна. Показания прибора 4300 люкс. Та же самая комната, 5 метров от окна. Прибор показывает почти 800 люкс. Дальше я вышла на улицу с северной стороны и прибор показал 15 тысяч люкс. На северном окне внутри дома прибор показал 7700 люкс. Второе измерение я проводила в середине октября, причем была не просто облачная погода, а была пасмурная и моросящий дождь. На южном окне, где летом было 11000 люкс, сейчас 2000 люкс. За москитной сеткой всего 1000 люкс. И перед окном за занавеской 550 люкс. И в 5 метрах от окна прибор намерил 100 люкс. Северное окно показало 1850 люкс, то есть не намного меньше, чем на южном окне. Сейчас дело в зиме. Мне в комментариях стали поступать вопросы по поводу дополнительной подсветки растений. Хватит ли той или иной лампы для растений? Давайте также протестируем этим прибором и ламп. У меня есть две лампы, обе на светодиодах. Одна на цоколе, ультрафиолетовая, мощностью 9 Вт. Эта мощность соответствует лампе накаливания 75 Вт. И вторая лампа мощностью 10 Вт, что соответствует лампе накаливания 90 Вт. Давайте посмотрим, что показывают они. Первая лампа ультрафиолет, ужасная для глаз, лучше не смотреть на нее. Если прибор поднести очень близко, то можно намерить 12 тысяч люкс. И вот на расстоянии 25 см уже 2 тысячи люкс. Вторая лампа. Если очень близко, дает 7,5 тысяч люкс. Отводим чуть подальше. И тоже уже на расстоянии 20-25 см у нас получается 2 тысячи люкс. Я свои растения зимой не досвечиваю, несмотря на то, что в декабре световой день у нас всего 6 часов. Растения спокойно переносят этот период с тем освещением, которое есть в комнатах. Но если вы житель еще более северных регионов, где световой день может длиться и 2 часа, то, конечно, досветка растения будет просто необходима. Если видео было вам полезным, поддержите его лайком. Спасибо всем, кто делится своим опытом в комментариях. Всем хорошего дня или вечера. И до новых встреч!